Надо ресы найти. Надо ресы найти. Сэм, хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы с вами будем играть в Backrooms. Это игра по мотивам новой крипипасты, а может быть она уже не совсем новая. И судя по тому, что я изучал, изучал я пока немного, но мне очень заинтриговала эта вся тема. Там уже огромное количество просто материала напридумано людьми. И пошарьте по поводу Backrooms в интернете, это очень крутая и интересная тема. В общем, в двух словах, это место, куда ты попадаешь, когда ты ноуклипнешь случайно из мира, реального мира, и ты попадаешь в рандомно генерируемый мир за пределами этого нашего мира. Такое закулисье, понимаете? И прежде чем мы приступим, хочу вам сказать, что сегодня самое ужасное, что вы видите в этой игре, и пугающе это будут вот эти вот огромные наушники у меня на ушах, толстенные. Я, не знаю, в самом начале своей карьеры только с такими наушниками был, а сейчас у меня проблемы с моими AirPods'ами. Дело в том, что я опять переехал на новое место, и тут у меня небольшие проблемки с рабочим процессом, поэтому сегодня так, я весь низкий талис, понимаете? Long Dark по жизни внутри меня. Итак, давайте приступать, играть в эту игру. Нас ждет потрясающий экспириенс, потому что когда я только начал изучать про... Так, идите как дальше, как только можете, чтобы остаться в живых. И не смотрите на это, на это не смотреть. Я на это очень хочу посмотреть, признаюсь честно, if you hear it. Если ты это слышишь, если ты услышишь его, то да поможет тебе Бог. Забавно верить в Бога вместе в подобном. Хотя, может быть, именно он и сделал это место. Знаете, это было для него как проба пера. Он такой, так, что бы замутить, что бы замутить? И начал делать вот это, офисные, офисные локации. В общем, суть этого места в том, что эти комнаты генерируются постоянно. Ну, это так, судя по легенде. И ты всегда видишь этот монотонный желтый, этот влажный ковролин и этот гудение ламп. Нам нельзя оставаться на месте, это самое главное правило этого места. Нужно двигаться, потому что здесь обитают они, стрёмные существа. И причем это место, как вот я выяснил, это только первый левел. Первый левел, представляете? Тут миллионы километров вот этих вот помещений, вот этих коридоров. И это только первый левел за кулиси. А левелов, судя по всему, бесконечное число. И этим и занимается комьюнити Backrooms. Они придумывают все новые и новые локации. Чтобы другие люди упарывались и стремались. В общем, советую погрузиться в лор. Слышите? Это что означает? Это монстр или нет? Это монстр или нет? Короче, здесь очень большие локации. Я не знаю, может быть, ориентироваться по пятнам на потолке. Вот, например, вот это, видите? Эти пятна гораздо более яркие, чем вот эти. Они более тусклые. Давайте пойдем сюда. По ярким пятнышкам, по ярким пятнышкам. И так мы будем ходить просто по кругу. А я думал, тут все прям генерируется случайным образом, как в античембер, например. Самое главное, когда мы увидим это существо, не смотреть. Не смотреть ни в коем случае. Так, давайте запомним, что мы всегда будем идти налево. Возможности. О! Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Я не знал, что это будет здесь происходить, поэтому я... Что с ковролином? Он двигается? Он перестал двигаться. А! А! Да что за фигня происходит? Что за тряска? Сам Господь Бог взял это место вот так вот в ручке и потряс. Как спичечный коробок. Посмотрите, все перемещается. Я не хочу это слушать. Это жутко. О! Идем налево. О! Оно повсюду. Это плач повсюду. Боже мой. Я читал, что очень сложно встретить людей в этом месте. Погодите. Оно реально перемещает. Что это значит? Я домой. Вот сюда, ладно. Я буду непредсказуемым, как сама игра. Почему она перемещается? Почему пол едет? Про это я не читал. А! Я слышу его. Вот. Всередное рычание. Мама. Откуда она? Как будто бы... Как будто бы она это просто интершумы. Непонятно пока еще. Боже мой. Я не знал, что тут будут происходить вот эти вот страшные... О! Смотрите. Что происходит с моим зрением? Я как будто бы начинаю... Меня плющат. Это паника? Это паник-мод начинается? Или как? Краски сгущаются. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Главное не увидеть его. О, здесь есть электричество. Классно. Можно будет подзарядить свой телефончик? Давайте просто бежать. Мы должны убежать как можно дальше. И тогда может быть зрение восстановится. Конечно. В этом весь прикол. Оно прям за мной. Я прям чувствую, что оно за мной бежит. Оно точно знает, где я. И все больше. И все больше этих звуков. И тьма как-то все ближе ко мне. Я про это не читал. Про это ничего не было написано. Слышь, это звук. Я иду туда. Что это значит? Я, ну, клипнул через бэк-румс. Через закулисья. Это значит, что я победил? А, нет, 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 нет. Подсказка. Если мы бежим, это приближает существо к нам ближе. Нам не надо бегать. Нам надо идти спокойно. Итак, мы прошли всего 137 метров. Давайте еще разок. Давайте еще разок. Возможно, мы даже сможем победить. Как долго я здесь был? О, смотрите. Что это? Это вход. Вот каким образом я здесь оказался. И получается, уже сюда нельзя. Хорошо, давайте не будем бежать. Теперь будем просто идти аккуратненько. Вы чувствуете, как этот гул, ламп, он потихонечку начинает на нервы действовать? Он сводит с ума. Я безумен. Я уже с ума схожу. Я как будто бы сам стану сейчас этим существом, который будет преследовать других людей, бедолаг, которые сюда попали. Короче, сущность, мы ее здесь не видим, оказывается. Она где-то обитает. Словно на другом измерении. И проявляется именно в виде лопающейся лампы. Что-то здесь есть. Это, это оно? Телек? О! Короче, понял. Оно шипит, оно шипит, оно вот там вот, под потолком, над потолком, за потолком. Посмотрите, мы не бежим. И существо такое. Оп, Евгений пропал. Я, конечно, существую, живу здесь всю жизнь, вечность, но я не понимаю, где он. Это, знаете, такое место... Опа, оно начинает перемещаться. Это такое место, как будто бы что-то должно было здесь быть. Возможно, это больное сознание какого-нибудь офисного работника. Точно. Точно, точно. Это что-то вроде Сайлент Хилла, когда твой личный ад выстраивается здесь. Но каким-то образом сюда и другие люди могут попадать. Они как бы попадают в мир этого безумца. Смотрите, смотрите, мы идем к нему. Мы идем к нему. Вон оно! Стоит такой себе. Ножки свесила. Оно не собирается уходить. Вот оно ушло. Ладно, оно ушло. Слышите плач? Пойдемте поплачем вместе. Ой. Слышите, как будто какой-то робот на меня идет. Робот-пришелец. Боже мой. Я не знаю. Я не знаю, чего ожидать. Так, вон, я вижу, ноги свисают. Ну, не знаю, можно назвать это ногами. Я не оскорбляю это существо, интересно. Все больше, все больше. Заметили? Только пока что одна лампа. Только одна лампа. Что это? Хавщик! Я подобрал. Мне хорошо. Да. Новые подробности. Здесь можно находить различные ресурсы. И самое крутое то, что я успел выяснить про закулисье. Что на следующих уровнях люди все-таки пересекаются... Пересекаются друг с другом. Какого? Какого собачьего? Люди пересекаются друг с другом. И собирают ресурсы уже командами. После чего... Блин! Опять. Опять оно начинает. Что я должен сделать? Как я должен выживать здесь? Я посмотрел. Я посмотрел, видимо, на что-то. На что-то посмотрел. Живем, живем, живем. В общем, люди начинают формироваться в большие комьюнити. Добывают вместе ресурсы. Образуют посты. Лагеря. Города. И ходят по таким вот бесконечным лабиринтам. И что-то собирают. Причем можно найти очень много всего. В том числе и воду. Я уже не знаю. Нет! Стоим. Где? Где оно? То есть, мой прогреш означает, что я... Смотрите, я меньше прошел. И все равно 4,5 минуты. Так. Checking your watch to open increases. Следите за вашими часами. Они указывают на увеличение вашего безумия. Хорошо, нам надо сохранять безумие небезумных. What I have done. Видимо, что я натворил. Надо как-то ног клипнуть, провалиться сквозь мир. Но как это сделать? Не написано. Так, от часы. А! Это мои часы. Это часы, но уровень стресса не написан. Нажмите И. Пресс И. Мой сайт с комиксами, который запоролся. Чтобы помнить о том, кто я. Так, расстояние увеличивается. 4 метра. 5. Так, нажмите И, чтобы помнить, кто вы такой и откуда вы пришли. Давайте. Нажал. Все. Вспомнил. А! Точно. Евгений. Пришел вот оттуда. Получается, вот эти вот следы мерзкие. Это существо. Существо над потолком. Вот он гадит. Нет. Нет, 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 нет. Сюда мы не пойдем. Ладно. Это интересно. Я не видел темных коридоров. Но это что-то определенно новенькое. Идем туда. Посмотрите, какой длинный коридор. Надо реза найти. Надо реза найти. А! 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 Тьет-тьет-тьет-тьет-тьет-тьет-тьет-тьет-тьет. Тьет. А! Так, чтоб вспомнить себя. Все, я вспомнил. Ух! А! 78 метров. Нет! Там плачут. Там плачут, а там монстр. Куда мне идти? Мне кажется, я своим визгом испугал это существо. Так, это я обратно возвращаюсь. 8-4. Уходим. Уходим. Черт! Черт! Побери! Мне кажется, это неизбежно. Вот эти вот звуки слышать. Тут надо просто как-то понять, как себя вести. Как избегать этого безумия. Оно там за стенкой. Боже мой! Быстрее. Вот видите, по краям экрана красненькая. Черт. 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 Оно прям за мной идет. Оно за мной идет. Так. Вспомнить, кто я такой. О, это я. И это я такой. Классный. Классный парень. 34 года. Играю в игры. И стремаюсь, как девочка. Лучше бы и забыть, наверное. Это не надо делать со мной игра. Ты что творишь? Начинается. Начинается безумие. Перестань. Музыка. Нет, нет. Поехал пол. Знаете, говорят, поехала крыша. Вот когда пол поехал. Это совсем плохо. Пожалуйста, вспомни себя, откуда ты пришел. Ты Евгений, летсплеер. 34 года. Гордись собой. Сюда. Дышим, дышим, дышим. Все в порядке. It's okay. It's okay. Смотрите. Немножко стало лучше. 200 метров почти. Давай, покажи эту. 200 метров есть. Есть чем гордиться. Как я еще держусь, я не знаю. Но, по-моему, я как-то поняла, что нужно делать. Нет. Ноу. Ладно, бежим. Еще несколько сотен метров пробежим хотя бы. Надеюсь. Стой, мразь. Стой. Не фартануло. Шок успеха. Однако, поставил рекорд. Смотрите, подсказка. Никогда не смотрите четко на свет. Свет ламп. Стоп, давайте попробуем еще раз. Rubbing your eyes. Протираю глаза. Смотрите. Так, не смотрим на свет. Не смотрим. Лучше, чтобы было прям темно. Хорошо, да? Мы любим приглушенный свет. Вау. Вы слышите это? Это словно телек играет. Ну-ка. Я должен понять, что это такое. Какая-то страшная. Вон он там. Это оно. Это оно этот звук издает. Вот это я до сих пор не понял, что это. Что за тварь издает этот звук. Короче, здесь есть несколько типов сущностей, пока что. Которых мы встретили. А, первое, это уплывающий, уползающий в потолок. В дырку. Второе, это ходячий человек сиреноголовый. И третье, это что-то, чего мы не видим. Там, плачущие женщины. О, нет. Может быть, вот так посмотреть? А, на лампу, которая разбилась. Что мне восстановит мое безумие? Вашу мать. О, здесь, ладно. Сюда просто не пойдем. Боже мой, как плющит меня. О, нет. О, нет. Ну, блин. Черт. Очень страшно, на самом деле, остаться вот в таком месте. Очень страшно остаться в таком месте, когда все полностью выключено. Мы попробовали с вами игру The Backrooms. И, кстати, я в стиме видел еще штуки 4 порядка игры по мотивам Backrooms. Должны выйти в скором времени. Как вам игра? Как вам эпизод? Если этот видос превышает, то обязательно поставьте лайк. Пишите об этом в комментариях. Также хочу вас уведомить о том, что у меня появился канал Shorts, где прикольные моментики из видосов вырезаются с маленькими приколюшками, которые вы можете посмотреть. Ссылка будет в описании на этот канал. Зайдите, пожалуйста, и поддержите его. Для меня это очень важно. Огромное всем спасибо, друзья. С вами был Юджин. Не забывайте подписываться на канал, вступать на все мои соцсети. Также будут ссылки в описании. Когда подписываетесь на канал, не забывайте про колокольчик, потому что тоже очень важно, о чем вы будете пропускать уведомления. В общем, это все. Это мой первый видос на новом рабочем месте. Потом запишу какой-нибудь ролик разговорный, где я расскажу, что, как, какие у меня планы, что я делаю, что я не делаю, и что я делаю, когда ничего не делаю. С вами был Юджин еще раз, и всем пять!